Вся необходимая проверка образовательных учреждений завершилась на прошлой неделе. По ее итогам, к учебному году в Сочи оказались готовы все. В образовательных учреждениях был произведен ремонт с целью увеличения дошкольных мест, оснащения мебелью и оборудованием. На эти цели было затрачено 112 миллионов рублей из муниципального и краевого бюджетов. В сторонении остались и шефы. Они помогли подготовить учреждения на общую сумму около 20 миллионов. Все учреждения ждут детей. В каждом учреждении у нас есть лицензированная охрана. Мы имеем везде видеонаблюдение, выведенное на пульт охраны. Мы имеем в каждом учреждении ограждение, автоматическую пожарную сигнализацию, а значит все учреждения готовы к новому учебному году. Из 169 подписанных актов мониторинга готовности только к пяти учреждениям остаются незначительные замечания. Нарекания касаются завершения реконструкции и проведения работ по пожарной безопасности. По поручению Анатолия Пахомова уже с завтрашнего дня по всем образовательным учреждениям вновь пройдет комиссия, которая еще раз проверит факт подготовки. Кроме того, мэр подчеркнул, что наличие техники без знания АЗОВ, ее использование напрасно. Навыки работы с антитеррористическим оборудованием должны иметь не только охранники, но и работники. Поэтому с начала учебного года во всех образовательных учреждениях пройдут тренировки по эвакуации. Мы знаем, о каких рисках мы говорим. И сегодня в городе Сочи, я повторю еще раз, благодаря подготовке к Олимпийским играм и бюджету города, который не жалел деньги на меры безопасности, мы сделали все. Ни один директор школы, ни один заведующий детским садом, ни один ректор не должен думать, что функцию по безопасности у них осуществляет зам, который определен по безопасности, лично несет ответственность. И поэтому лично должен проверить, а как работает рамка, работает ли вообще, а срабатывает ли кнопка и за сколько минут приезжают сотрудники полиции. Что касается дорожной карты, то уже сейчас работы по подготовке уличной дорожной сети к новому учебному году полностью проведены в Лазаревском и Хостинском районе. Центр и Адлер будет готов в срок до 30 августа. Татьяна Говоркова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.